8 октября исполняется 130 лет со дня рождения Марины Цветаевой. Оживить память о поэтессе Серебряного века было решено в Центральной городской библиотеке. Подробнее расскажет Мария Громова. Имя Марина происходит от древнеримского аналога мужского имени Марин, что означает «морской». И кажется, это символично. Цветаева в своем творчестве раскрыла себя, как безбрежное море. То спокойное, то бушующее. Проникновенность созданных ею строчек продолжает задевать души людей. Она очень порывистая, очень эмоциональна. И вот эта ее страстность, она может оказаться как раз очень близка людям, которые только переступили порог совершеннолетия, у которых самих внутри бурлит вот эти чувства, эмоции. И поэтому, мне кажется, особенно узнав поближе Марину Ивановну, у них пробудится какой-то интерес к ее творчеству. Слушатели лекции – студенты первого курса политехнического колледжа Магнитогорска. Для них это первое знакомство с библиотекой в непривычной обстановке. Пока здесь можно не соблюдать тишину, дружба между молодыми людьми и библиотекой длится годами. Например, студент второго курса Илья Долгов рассказал, почему бывает частым гостем в доме у книг. Все же интересы, разные темы рассказывают здесь. Прихожу же я сюда еще и просто почитать, чтобы обогатить свой внутренний мир и также свой словарный запас. Сотрудники библиотеки давно работают с юношеством. Разрабатывают для ребят не только увлекательные лекции, но и образовательные викторины, интерактивы. Мы тоже стараемся освещать для ребят, чтобы они понимали вообще, как прекрасен мир литературы. На самом деле он прекрасен, просто нужно его правильно подать, со вкусом. Самое приятное для нас, ну я думаю и для ребят, мы стараемся, чтобы они по итогу, ну по крайней мере та команда, которая выиграла, если это какое-то соревновательное мероприятие, получила от нас еще и памятный приз. Как правило, это сладкий приз, и вы знаете, восторгом нет предела. Первые сборники Марина Цветаева печатала исключительно на свои деньги. Тогда она совсем не знала, какой будет ее судьба. Сколько страданий она приготовила для поэта. Ее назвали возмутительно большим поэтом. Но, к сожалению, в 1941 году издание последних и прощальных строчек оказалось тоже за свой счет. Мария Громова, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.